МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Маруся! Давайте продолжим этот разговор, который мы начали с вами вчера. Юрий, насколько я понимаю, вы в этом сезоне меняете не только свою сетку, но и вообще сам принцип телесмотрения. Я говорю сейчас о проекте, который называется «Второй экран». Расскажите, в чем его суть? Может быть, у нас в провинции это еще не так популярно? — Второй экран. Это такое приложение, которое можно скачать в любом совершенно интернет-магазине, будь то App Store или Google Play. Неважно, это скачивается за буквально несколько минут. — То есть, имея гаджет более-менее современный, можно скачать? — Абсолютно, да. В тот момент, когда идет контент по телевизору, надо запустить приложение и синхронизоваться по звуку с телевизором. Оно считывает звук с телевизора и становится единым целым с тем контентом, который идет по телевизору. Например, кто-то там чихнул, и у тебя на втором экране появляется этот актер. В тот день съемочный был болен гриппом, после этого слег на 10 дней и остановились съемки. Условно. То есть, второй экран поясняет, расширяет картину происходящего на первом экране. И в голову приходят все новые и новые идеи, такие как, например... — Вот расскажите про уральские пельмени. Вы немножко за кадром мне рассказали, каким образом вообще это будет даже, можно сказать, спасать, если рекламу не хочется смотреть. — Ну, конечно, есть такое понятие коэффициент усадки на рекламном блоке. Мы его хотим минимизировать, чтобы народ не разбегался на другие каналы. И с помощью второго экрана это прекрасно. Сергей Нитиевский предложил такую вот интересную штуку, когда перед тем, как пельмени уходят на рекламу, ну, условно, это еще не произведено, это просто как идея. Он сообщает зрителям, товарищи, не отключайтесь, мы уходим на... телезрители не отключаются, а просто продолжают смотреть на втором экране. В этот момент на экране телевизора появляется рекламный блок, на втором экране появляется хе-хей, привет, а мы с вами идем за кулисы и сейчас посмотрим, что тут делает там Сергей Ершов или там Дмитрий Брекоткин. Как они там припудриваются или в кого переодеваются. И вот подобными штуками можно заинтересовывать и заинтересовывать дальше и дальше. Второй экран, он только начал свою жизнь, свое хождение по российским смартфонам. Он будет работать везде, то есть жители Алтайского края точно так же, как и москвичи, и петербуржцы, и там жители более крупных городов смогут так же синхронизироваться, проблем с этим не будет. Жители Алтайского края даже значительно комфортнее у них, в силу того, что жителей меньше, вай-фай быстрее. Я надеюсь, что у нас быстрее вай-фай. Интересный вопрос, почему вы так нестандартно, я понимаю, что вы развлекательный канал, но вы как-то очень нестандартно проводите промо своих сезонов. Вот, например, развешенные люди в прошлом году, перед тем, как запустить этот проект, вы заставили заниматься спортом жителей городов. В том числе и в Барнауле здесь были бесплатные тренировки в фитнес-клубах. Почему такой нестандартный подход к рекламе? И планируете ли в этом году еще как-то удивлять? Да мы пытаемся вовлечь зрителя во все наши идеи. Зритель должен не просто смотреть на экране контент, а быть вовлечен в все происходящее. Вчера мы с вами говорили про главную эмоцию, на мой взгляд, повторюсь, это эмпатия. Это когда зритель ассоциирует себя с героем, когда зритель сопереживает и сочувствует происходящему. Это возможно только при определенной степени вовлеченности зрителя в контент. Когда мы вместе со всем российским народом нашим лояльным и не очень лояльным зрителем, мы выбегаем на улицу и начинаем носиться там, ища похудение и здоровье, мы понимаем, что эти зрители не пропустят нашу премьеру «Взвешенных людей». Сейчас уже отснялись несколько программ нового сезона, абсолютно смотрибельный. Это незабываемый будет аттракцион, эмоциональный в первую очередь, потому что мы больше уделяем времени сейчас рассказу о происходящем внутри этого дома, где они живут. Потому что там происходит самое интересное. В тот момент, когда человек преодолевает кучу трудностей, переступает несколько раз через себя, чтобы сбросить лишние 5-10-20 килограммов, с ним происходят невероятные совершенно трансформации. И вот за этими трансформациями зрителю можно будет сегодня наблюдать. Мы это будем делать как с помощью того, что мы расширяем серию эпизод «Взвешенных людей» до 2 часов эфирного времени, так и с помощью второго экрана, в который заливаем все то, что не можем показать на первом. Вот вы буквально сейчас начали про это говорить, и я подумала о том, что для рядового зрителя, наверное, который смотрит канал СТС, СТС — это про развлечение. Но то, что вы сейчас говорите, это же драматизм, и вообще реалити-шоу, которое вы запускаете, и снимите это немедленно, и «Взвешенные люди». Там всегда есть какая-то драма, там всегда есть какая-то ломка человека. Вы не изменяете этим своему формату? Телеканал СТС — это друг семьи, который приходит в каждую семью, в каждый дом, не навязывает никаких принципов, не навязывает, не запугивает ни в коем случае, а рассказывает о важном, рассказывает истории, рассказывает истории про вас, рассказывает истории про людей, рассказывает про себя. Может и повеселить, может и заставить немножко погрустить, посопереживать. В целом это развлечение, это времяпрепровождение перед телевизором. У нас территория, основной наш тезис — это мы территория безопасного для детского присутствия. Не просмотр, а детское присутствие. Это важно, потому что мы не показываем контент для детей, мы позволяем детям присутствовать перед телевизором, мы даем им абсолютно родителям, абсолютно спокойно смотреть, без того, чтобы бояться, что придется ребенку объяснять, почему тетя спит с тремя дядями. Мы этого не допускаем, у нас ничего объяснять не надо, у нас все понятно, все ярко, крупно, эмоционально. И вот эмоциональный диапазон — это как раз то, о чем мы сейчас говорим, и во взвешенных людях мы сейчас этот диапазон расширяем. Телевизионщики — это как раз те самые люди, которые умеют готовить сани летом, и, наверное, приходится это делать. И говорим вроде о сезоне, который только стартовал, и я понимаю, что наверняка уже продумывается и следующий сезон, и после следующий сезон. Конечно, даже бюджетируется. Чего дальше ждать? Знаете, мы снимаем невероятно беспрецедентное количество комедийных сериалов. У нас закончились актеры. Мы снимаем, у нас просто, мы же не можем повторяться, мы не можем вечно использовать там Нагиева. Вам нужно, наверное, кастинг провести? Если вы так внедряете, вообще вовлекаете зрителей в процесс, надо кого-то уже и зрителей снять. Прекрасно. Эта идея, вы не первые, кто эту идею озвучивает, поэтому она все крепче усаживается в наших мозгах, и, возможно, мы к этому способу поиска актеров и обратимся. Потому что сейчас у нас, ну, у нас человек, наверное, 150 актеров уже задействовано в производстве или пилотов, либо циклов. И это комедийные актеры, это же важно очень, чтобы можно было донести вот это развлечение зрителям. Очень большое количество пилотных проектов, очень большое количество циклов уже в сезонах снимается. Мы основные поставщики развлечений, начиная с 2016 года и кончая тем моментом, когда небо упадет на землю. Мы, в общем, навсегда, мы о вечном. У нас осталось буквально 30 секунд. Можете прямо сейчас вот так вот произнести какое-то название, чтобы мы, затаив дыхание, год ждали, искали где-то какие-то данные о каких-то актерах, кто будет сниматься, может быть, там читали в Твиттере какие-то вбросы от вашей команды, но уже ждали-ждали-ждали какой-то конкретный, может быть, фильм или сериал. Ну вот прям так не могу, потому что конкуренты сразу считают идею продуктов и могут нас опередить в этом. «Как я стал русским», вот первый сезон посмотрит зритель уже этой осенью, мы его отсняли, мы в слезы прямо смеемся, когда смотрим черновые сборки серий. Это совершенно гомерическая комедия с прекрасным ансамблем актеров. Это Матеуш Домецкий, неизвестный актер, но очень талантливый, молодой. Это Хаев великий и ужасный, это Иванова, Светлана. В общем, это прекрасный ансамбль героев, это очень смешно написано, и вот это стоит ждать уже в ноябре месяце. Спасибо вам большое. Ну это все, о чем мы успели поговорить с Юрием Бродским, директором дирекции праймового вещания телеканала СТС. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова